Он с нами на связи по фейстайму каждый день. Врачи ему запретили снимать операцию вчера. Вот так бы он прямой эфир вел прям оттуда. Ну после операции сразу позвонил, сказал, что я только ног не чувствую, а так я с вами. В третий игровой день предварительного этапа Кубка России всех любителей волейбола в Казани ждала очередная глава татаро-башкирского противостояния между Казанским Зенитом и Уфимским Уралом. Делегировав в сборную Будько, Вербова, Михайлова и Вольвича, Казанский Зенит, как и Московская Динамо, автоматически получили путевку в полуфинальный этап Кубка России. Но несмотря на отсутствие турнирной мотивации, для резервистов и молодых волейболистов это отличный шанс проявить себя. У каждого внутри своя мотивация. Кто-то хочет просто обыграть там татаро-башкирское дерби все говорят, а кто-то хочет нового обыграть. То есть каждый сам для себя придумывает какую-то мотивацию. Сверх мотивации, сверх усилий. То есть они хотят доказать сами себе, да, видимо доказать тренерскому штабу где-то, да, что они способны и готовы помогать. Если так пойдет и дальше, если ребята будут с таким же вниманием играть, получать удовольствие и доказывать в первую очередь самим себе, что они способны, Ну, наконец-то, может быть, Михайлов где-то сможет выдохнуть, Вербов тот же самый. В отсутствие сборников стартовую шестерку составили Никита Алексеев в роли капитана, Ларан Олегна, Алексей Самойленко и Вадим Лихошерстов, Андрей Сурмачевский, Игнат Данилов и Валентин Кротков в роли Либера. Когда же на площадке стоит ждать лидеров команды? Ответил как раз-таки один из них. Да, ну они уже сегодня тренировались, тренажерный зал был. В воскресенье у нас презентация команды, а после воскресенья, то есть мы уже начнем работу потихонечку и с мячами в полном составе, то есть ждем наших легионеров в полноценной подготовке к чемпионату. Главный тренер Уфимского Урала Даниэля Баньоли в этот вечер дал отдохнуть своим лидерам – Ковалеву, Брагину, Феоктистову, Филиппову и Абросимову, тем самым предоставив шанс уже своим резервистам, которых за собой повел опытнейший капитан Андрей Титич. Его усилиями гости ввели в счете плюс два по ходу первой партии, но качественная игра Самойленко, а также неудержимый Никита Алексеев переломили ход партии. Именно благодаря эйсу восьмого номера казанцев «Зенит» выиграл первую партию 25-20. Вчера интересный матч был, сегодня с Уралом. В прошлый раз хорошо сыграли, сегодня посложнее было после пятихатки вчерашней. Второй сет проходил по схожему сценарию. Уфа долгое время вела в счете, но Сурмачевский и Алексеев затащили «Зенит» в концовку, в которой здорово проявил себя молодой Игнат Данилов. Усилиями доигровщика казанцев «Зенит» вырвал партию 26-24. Я рад за молодых ребят. Мое ощущение, что они вообще прыгают выше головы, творят невообразимые вещи. Отдача, не знаю, двухсотпроцентная. Какие-то есть ошибки, но это абсолютно нормально. Спасибо, да, ребятам, на самом деле доставляют удовольствие, я думаю, и зрителям, и сами себе. На сегодня более хладнокровно сыграл, что он сделал сегодня во второй партии, и он концовку решил, да, мы подняли два мяча, паснули ему, он по пальцам отыгрался здорово. Забей вчера Такмова, и вчера выиграли три-два. Третий сет мог завершиться в пользу гостей, но явно против этого был самый результативный игрок матча Андрей Сурмачевский, набравший 18 очков. Добавим сюда еще 14 баллов от Никиты Алексеева, и сразу 10 ошибок за сет от Уфимца. И получим итоговые 25-22 и 3-0 в матч. Сегодня только эмоциональный фон упал в команду, да, то есть вчера они творили невообразимые вещи, сегодня я прям видел, что через не могу. Нормально после таких пяти партий вчера забили, победили, все довольны. Для две партии, так скажем, лучше получилось, чем последняя. Времени новостновения немного получилось, тем более играем здесь без выходных, да. Ну, дает о себе знать, что сказать. В других играх дня Челябинская Динамо обыграла Нефтяник, а Нова была сильнее Тархана 3-0. Завтра, 5 октября, зенитовцы в 18 часов сыграют с Челябинским Динамо. А уже 7 октября, в воскресенье, в 14 часов 30 минут, состоится долгожданная презентация команды на новый сезон. В центре волейбола Санкт-Петербург состоится открытая тренировка под руководством Владимира Олегна. Презентации игровой формы на новый сезон, конкурсы и розыгрыши ценных призов. И, конечно же, фото и автограф-сессия со всеми волейболистами и тренерами «Зенита». Вход на все матчи предварительного этапа Кубка России, а также на презентацию команды, абсолютно свободный. Зарядись волейболом! С вами снова я, Крот. Подписывайтесь на наш канал, ссылка в описании. Записал? 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 Записал?